А перед началом данного видеоролика я советую вам подписаться на канал НИК66. Пацанчик играет в Небул Лоус, рассуждает об канале Ферамирки, также играет в Варфейс, Майнкрафт, как компьютерный, так и Покет Эдишн, также еще и другие мини-игрушки. Так что советую подписаться, чуваки, я уже сам давно подписан. А мы переходим к нашему видеоролику. Итак, в общем-то, я сорвал 4 так сказать хитрости, которые вы помню не знали. Да, просто возможно ты и знал, но об ней мы будем говорить позже. Итак, первая хитрость, которую я нашел в Майнкрафт Покет Эдишне. Он с кактусом, вообще у меня аж две хитрости с кактусом. И так, если мы встанем на кактус и присядем, и начнем надвигаться в какую-либо сторону, то мы с кактуса просто спадем, а я сейчас нахожусь в режиме шифта. Я не понимаю, почему вообще кактус, он по сути целый блок, но оказывается, что нет, и наш персонаж может с него упасть. Так что, если вы будете проходить какой-нибудь паркур на вот таких вот кактусы, которые высотой в один блок, то будьте осторожны, и вы можете просто тупо взять и слететь с него. Итак, что ж, мы переходим уже ко второй хитрости. Паутинка — это единственный блок в Майнкрафте, который не ломает кактусы. Вот, пожалуйста, у меня здесь стоит паутинка, и она никак не ломает кактусы. Сейчас я даже возьму в инвентаре паутиночку. Вот паутинка. И, пожалуйста, вот это, по сути, он относится к блокам, и он никак не ломает кактус. Все остальные же блоки ломают как раз-таки кактус, кроме же паутинки. Это очень прикольно. Я думаю, что вряд ли кто-либо знал из вас. Итак, что ж, третья хитрость — это у нас то, что мы можем забираться в общем-то на высокие, так сказать, места без шифта. Как аккуратно можно ставить блок? Например, смотрите, я сейчас стою на блоке, и, например, мне неохота вставать на шифт, как-то вот так вставать на уголок, ставить блок — это же, ну, неудобно. По мне таки, можно без шифта просто стоять на блоке вот так и просто нажимать вперед. Пожалуйста, вот, как можно поставить, нажимать пальцем вот на вот эту часть, примерно я сейчас показываю пальцем, куда можно нажимать пальцем, чтобы можно было поставить блок. Так, просто ставим впереди наш вот блок, на котором мы стоим, и он ставится. Вот, пожалуйста, и так сейчас просто хожу и ставлю. Это очень прикольная вещь. Я думаю, что мало кто о ней знал, по крайней мере, я тоже об ней сам не знал, пока не заметил просто видео одного чувака. И так, что ж, мы переходим с вами к четвертому уже фактику. Этот у нас фактик уже будет о зачаровании. Вот есть такая штука, что некоторые люди, которые играют в Minecraft Pocket Edition или же обычный Minecraft, без разницы, они, например, в своем выживании строили зачаровальню. на зачаровальню. Но, я нашел способ того, сколько же можно гораздо меньше, какое-то малое количество книжных полок нам пригодится, чтобы, в общем-то, поставить как раз-таки зачаровальный столик, чтобы мы могли зачаривать на все 30 уровней. Как вы видите, вот 10 у меня сейчас находится всего лишь-то, так, 4-4, 14 блоков, но на самом деле их не 14, их 15. Вот он, один-единственный блок. Я сейчас заценю то, что сейчас вот при 15 блоках книжек мы сможем зачаровать на все 30 уровней. Вот, я сейчас, пожалуйста, меч, я сейчас зачаровал на 30 уровней, и у меня облик огня на 2 зачарился. А если я сейчас вот этот блок уберу, то все, мы можем зачарить только лишь на 28 уровень. И, по сути, у нас есть меньше, больше вероятности того, что мы получим гораздо похуже эффект на своем оружии каком-нибудь. Итак, вот такие были фактики, 4 фактика на Майнкрафте. Я думаю, что хотя бы 2, уж точно, все те, кто посмотрит это видео, они не знали об таких вот. хитростях в Майнкрафте. Так что, если вы знали хотя бы 2 или более этих хитростей, то можете мне поставить дизлайк и написать, что типа фу, я это знал и всякое подобное. Если же вы не знали, то советую вам подписаться на мой канал, если вы еще этого не сделали. И поставить мне лайкосик, если, конечно, вы сами этого захотите. Итак, что ж, окей. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и всем пока!